Меня зовут Юлия Апрельская, я руководитель агентства недвижимости на Бали Very Real Estate. Это бутик агентства инвестиционной недвижимости и мы работаем по двум основным принципам. Глубина экспертизы рынка всего Бали, проверка юридической базы, строительных работ, качество достроев, что очень важно для Бали. А также мы подбираем для нашего клиента только топовые, селективные объекты, за которые мы несем ответственность по качеству выполнения всех работ и по юридическим правам защиты нашего инвестора. Уникальность нашего агентства заключается в том, что мы не работаем по принципу супермаркет объектов недвижимости на Бали. У нас не стоит коммерческой задачи продать нашему клиенту любой объект и закрыть сделку. Почему? Прежде всего мы являемся компанией внутри уже существующего самого большого застройщика на Бали, парк девелопмент. И авторитет, знак качества парка это превыше всего. То есть когда мы предлагаем нашему инвестору какой-то объект у наших партнеров, с которыми мы работаем, знаем их стандарты, качества по строительным работам, по юридическим правам защиты инвестора, мы полностью отвечаем за тот готовый результат, который получит наш клиент. И мы не будем закрывать сделку, если нам нечего предложить и если тот объект недвижимости, который вроде бы по входящим критериям может подойти нашему клиенту, но не соответствует нашим стандартам качества. Еще одна уникальная особенность работы с Very Real Estate это полный цикл услуг и высокий сервис. Мы можем подобрать готовый объект недвижимости на острове на этапе строительства off-plan. Мы также сможем перепродать ваш объект недвижимости. То есть на любой стадии сделки, когда вы захотите выйти из вашей инвестиционной стратегии на уровне капитализации ваших инвестиций, на уровне, возможно, перепродажи, покупки другого объекта, мы с радостью вам поможем продать ваш объект по лучшей цене. И это главное преимущество работы с агентством недвижимости на Бали, когда у вас есть возможность не только купить, но и продать ваш объект и работать с уже проверенными людьми, с теми менеджерами, с которыми вы изначально заходили на сделку. Преимущество работы с Very Real Estate, бутик-агентством инвестиционной недвижимости на Бали, которое является аффилированной компанией от Park Development. То есть 15 лет на рынке, самый крупный девелопер также предлагает сейчас своим клиентам посмотреть на портфель своих партнеров, тех застройщиков, в которых мы уверены. Мы не работаем с рисками рынка. То есть если наша экспертиза показывает, что есть вероятность недостроя, если низкие строительные работы, если качество работ не соответствует тому стандарту качества, которое уже поставило на рынке недвижимости Бали Park Development, мы это не предложим нашему инвестору. Также мы изучаем аналитические данные по всем объектам, которые предлагаем нашему клиенту. И если финансовая модель не сходится, то есть если ожидаемая реальность и то, что продаем, то, что на Бали еще называют дзен-концепцией, когда просто воздушные цифры продаются инвестору, за которыми ничего не стоит, и это расхождение для нас очень важно. Если оно существует, мы не будем предлагать нашему клиенту данный объект. Знаете, если проехаться по острову, вы увидите очень много билбордов с ожидаемыми там какими-то капитализациями 50, 60, 70, где-то я даже видела 200, 300 процентов, мы никогда не предлагаем эту историю. Мы всегда показываем нашему клиенту три сценария и три направления его инвестиции. Реалистичный, оптимистичный и также пессимистичный сценарий. То есть если окупаемость его инвестиций будет не 5 лет, а 7 лет, мы об этом говорим, и также мы показываем, какие факторы могут влиять на его чистый доход от аренды и от капитализации объекта на рынке. Что может влиять? Какие факторы? Это заполняемость, то есть сезонность на Бали это 365 дней, но могут разные факторы повлиять на то, что в какой-то месяц или из-за сезона дождей, или из-за каких-то строительных работ рядом с нашим объектом, или просто политические внешние причины, пандемия, что-то может спровоцировать тот факт, что поток, туристический поток будет намного меньше в какой-то период. И мы закладываем эти риски в наши просчеты, чтобы вывести среднюю величину. Еще раз подсуммирую, преимущество работы с Very Real Estate, бутик агентством инвестиционной недвижимости на Бали, которое является частью крупнейшего застройщика на рынке Park Development. Первое, мы не работаем с экспериментами рынка. Второе, мы проверяем все договора и стараемся максимально защитить права инвестора, потому что юридическая база в Индонезии очень слабая и очень сложная для иностранных инвесторов. Третье, мы следим за качеством выполнения строительных работ подрядчиков наших партнеров. И четвертое, финансовая модель. Если есть расхождение в обещаемых цифрах и в реальной ситуации на рынке, мы такой объект не будем предлагать нашему клиенту. Почему мы сравниваем рынки недвижимости в Дубае, Турции, Бали? Потому что это инвестиционно привлекательное направление в мире, куда инвестор в текущее турбулентное время хочет перевести свой капитал для создания альтернативной стратегии второго дома и, конечно же, для пассивного дохода. Но почему-то мы сравниваем эти рынки, они абсолютно разные. Я бы хотела развеять этот миф. Бали – это прежде всего низкая стоимость жилья с высоким уровнем окупаемости и дохода по вашей инвестиции. Дубай – это высокий уровень по стоимости жилья и не такой высокий уровень по доходу. По оценкам Forbes за текущий год, Бали – это 15-20% дохода от сдачи в аренду. Дубай – это 6, максимум 10% в редких случаях. Почему? Основная причина – это фактор сезонности. Бали – это туристический поток 365 дней в году. Дубай – это всего лишь 6 месяцев. То есть инвесторы рассчитывают на перепродажу недвижимости на Бали и за счет этих спекулятивных действий получить определенную маржинальность при прирасте капитала, при росте цен на недвижимость от стадии строительства до готового жилья. Рынок Бали приносит еще и арендный доход, в то время как дубайский рынок в основном работает на перепродаже. И тут надо учитывать факторы экономики, политики, потому что ваша перепродажа может произойти очень успешно, а может и не произойти. Поэтому, если вы спросите Very Real Estate – агентство недвижимости на Бали, которая является частью самого крупного застройщика Park Development и наша группа экспертов, аналитиков уже очень долго изучает рынок не только Бали, но и Дубай, Турция, остальных мировых рынков, куда инвестировать. И когда мы скажем, уже вчера, но если не успели, давайте сегодня инвестируйте в недвижимость Бали и получайте высокий доход от аренды и от капитализации на прирост цены по стоимости вашего объекта на рынке. Рынки недвижимости на Бали, Дубай, Турция, куда инвестировать, где будут лучше показатели доходности, где есть стабильность, где есть долгосрочная перспектива. Сейчас этим вопросом обеспокоен каждый инвестор, который хочет создать себе альтернативную стратегию второго дома, который хочет просто создать себе пассивный доход. И мы почему-то сравниваем эти рынки, они на слуху, хотя они абсолютно разные. Я бы хотела развеять миф. Прежде всего, Бали – это низкая стоимость жилья при высокодоходных показателях по приросту капитала и по доходу из аренды. Дубай – это высокая стоимость жилья и намного ниже ставка по аренде из-за фактора сезонности. То есть, если мы говорим про Бали, как 365 дней в году, где туристический поток не привязан к сезонности, то в Дубае это всего лишь 6 месяцев и это никак нельзя изменить. Инвестору приходится рассчитывать только на доход от перепродажи своего объекта, то есть от капитализации. И в этом направлении разные факторы могут сыграть свою роль, экономика, политические факторы. И сейчас уже стоимость на рынке Дубая, она почти перегрета, то есть она дошла до достаточно высокого уровня, где инвестору остается не так много пространства для заработка желаемых цифр по капитализации своего объекта. На Бали рост цен на недвижимость в объектах, которые находятся на этапах строительства, составляет 20-30% годовых. И для готовых объектов это 10% годовых. Эта тенденция, она сохраняется, она стабильно. По тем аналитическим слоткам, которые мы проводим по рынку Индонезии в целом, рост, стабильный прирост обеспечен на ближайшие 10 лет и дальше. По разным причинам. Прежде всего, это туристическая известность, популярность в Бали. Номер один рейтинг Booking.com. Номер один TripAdvisor. Топ-5 самых инстаграмных мест в мире. Топ-4 Forbes по оценке наиболее привлекательного места для инвестиций в мире. Второй фактор, который обеспечивает стабильный рост в сегменте рынка недвижимости, это демография. В Индонезии сейчас просто бум на эмиграцию, бум переездов семей. У нас спрос на долгосрочную аренду, на переезд. В то время, как остров ранее жил и развивался в сегменте краткосрочной аренды, сейчас этот показатель, он меняется. И мы видим, что Бали расширяется по своей демографии. Люди остаются здесь уже жить и планируют свое будущее. Помимо туристической сферы, помимо сегмента недвижимости, Бали, Индонезия развивается по макроэкономическим показателям. И есть очень много инвестиционных программ в разные сектора экономики, которые усиляют влияние Индонезии в Юго-Восточной Азии. Таким образом, комбинация всех этих факторов отражается на основном показателе на инфляции. Уровень инфляции на Бали очень низкий, он ниже, чем в Дубае. И это около 4%. Если мы сравниваем здесь рынки Бали, Турция, прежде всего, Турция это высокие цены на недвижимость, сложная, нестабильная политическая ситуация. Уровень инфляции в Турции, он высокий, нестабильный, непонятно, что будет с турецкой лирой. Поэтому все эти показатели, они отражаются как и на доходе для инвестора, так и на табильном каком-то понимании ценообразования по рынку недвижимости Турции. Также сезон в Турции не 365 дней. Есть южные части страны, где можно расширить сезон до 8-9 месяцев, но это не круглогодичная история, которую мы наблюдаем на Бали. Также в Турции недавно происходили изменения по условиям получения договора на аренду и оформления вида на жительство при покупке недвижимости. Определенные ограничения в этих условиях также привели к тому, что инвестор сомневается, насколько в долгосрочной перспективе у него будет стабильность и какие-то права на проживание в Турции и получение стабильного дохода от сдачи в аренду своего объекта. Куда инвестировать в 2023 году? Рынки недвижимости Дубаи, Турции, Бали. Почему-то мы их сравниваем и соизмеряем, где мы получим больше доход от аренды недвижимости, какая будет капитализация. Я хочу развеять все эти мифы и просто назвать Бали в цифрах. Ваш доход от аренды в недвижимость будет составлять 15, 20, 25% годовых. Окупаемость ваших инвестиций уже наступает через 5-6 лет. Капитализация, прирост капитала, то есть рост цены на приобретенный объект недвижимости составит 20-30% годовых, если вы инвестируете в объект на этапе строительства и 10% годовых уже для готовых объектов. Где вы видели такие цифры в мире? Дубай это 6-10% годовых от аренды. Турция это сезонность, это краткосрочная аренда, это очень эпизодичные цифры, которые мы не можем стабилизировать и которые мы не можем прогнозировать на круглогодичную окупаемость ваших инвестиций. Поэтому, если вы еще раздумываете и если для вас барьером принятия решений составляет тот факт, что рынок Индонезии это leasehold, это права аренды на землю, вас не должно это останавливать, потому что Бали сейчас это готовый бизнес, это окупаемость вашего бизнеса, ваших инвестиций уже через 5-6 лет. Поэтому не думайте категориями о вечном, о праве собственности на всю жизнь. Вы сейчас заходите в тот рынок, который растет, развивается, который приносит нереальные беспрецедентные экономические показатели рост, которые мы не наблюдаем в других странах и в других инвестиционно привлекательных местах. Бали это здесь и сейчас и последующие 10-20 лет тенденция развития будет сохраняться, поэтому не раздумывайте, планируйте ваш инвестиционный портфель, цена на землю на Бали дорожает, цены на недвижимость в том числе и сейчас вы еще заходите в самое привлекательное время для инвесторов. На Бали самый низкий уровень инфляции, если мы сравниваем те же рынки Дубай и Турция, то Бали это меньше 4% и этот показатель не растет. Это обуславливается несколькими факторами. Первое. Стабильная политическая ситуация в Индонезии. Индонезия это демократия. Второе. Демографическая ситуация, постоянный рост населения в Индонезии, а также то количество иммигрантов, которые переезжают на постоянное проживание на Бали. Третье. Индонезия показывает росты по макроэкономическим показателям не только в сфере недвижимости и в туризме. Рост ВВП в Индонезии составляет 5% и он занимает третье место в мире, уступает только Китаю и Индии. Индонезия показывает прогрессивный рост по всем макроэкономическим показателям, не только туризм и сферы недвижимости. И эта тенденция будет сохраняться на протяжении последующих 10, 20, 30 лет соответственно тем аналитическим данным и маркетинговым исследованиям, которые мы постоянно проводим и изучаем развитие Юго-Восточной Азии в целом. Важным показателем развития сферы недвижимости на острове является то, что сейчас развивается премиальная недвижимость. Есть такой показатель High Net Wealth Individuals, то есть это люди с высоким доходом, которые инвестируют в остров и на сегодняшний день этот показатель растет. По оценкам Forbes к следующему году мы ожидаем, что на 57% вырастет показатель инвесторов High Net Wealth Individuals на Бали. Для нас, как для агентства Very Real Estate, мы работаем с инвестиционной недвижимостью и мы работаем с тенденциями рынка. Для нас, как для агентства недвижимости, это очень важный показатель и мы ориентируемся на тот спрос, который сейчас начинает расти на Бали. Для наших премиальных клиентов мы предлагаем услуги индивидуальной застройки. То есть если инвестор из текущих проектов в портфолио Park Development и из тех проектов наших партнеров по рынку не находит объект, который соответствует его критериям подбора, под индивидуальный запрос нашего инвестора мы подберем участок, а также спроектируем дизайн проекта, в котором будет участвовать наш главный архитектор, идейный вдохновитель и учредитель Park Development Андре Фрей. За более подробной информацией переходи по ссылке и наш лучший менеджер свяжется с вами, расскажет про инвестиционную привлекательность Бали, подберет готовое решение для бизнеса, для проживания, для вашей индивидуальной инвестиционной стратегии. Когда вы решаете инвестировать в недвижимость Бали, очень важно определиться, в какой район острова вы разместите свои инвестиции. Сейчас районы Бали развиваются очень динамично, и мы наблюдаем следующую картину. Кута — это то место, тот район, с которого все начиналось. Бешеная инфраструктура, кинотеатры, молы. На сегодняшний день Кута, она переехала в Чангу, то есть не осталось свободной земли, в Куте стало неинтересно, больше ничего не строится, и в итоге никто из инвесторов не заходит в этот район. То же самое сейчас произойдет в Чангу. На сегодняшний день это хайповый район, то есть минимальная инвестиция приблизительно 140 тысяч долларов. Вы сможете купить апарты 25-30 квадратных метров, сдавать их по краткосрочной аренде, получать очень неплохую прибыль. Но сколько продлится эта история? В этом и весь вопрос. Хайповые районы, они имеют срок годности, поэтому для нас в Чангу это еще 3, максимум 5 лет, после которых остров будет переезжать дальше. Сейчас много инфраструктуры, бары, рестораны, ночные клубы, но это и трафик. То есть если вы живете с семьей, если вам нужно отвезти детей в школу, это пробки час-два, и это очень сложно интегрировать в такую нормальную житейскую историю. Если вы приехали на 2-3 дня, это совершенно другая история для вас, и это может еще сработать на протяжении 3-5 лет. Мы рекомендуем рассматривать стабильные районы, которые всегда станутся популярными на острове. Прежде всего это Убуд, культурная столица Бали. Здесь инфраструктура уже сложилась, здесь размещены лучшие школы, международные представительства, образовательных проектов как для малышей, так и для студентов. То есть если вы проживаете здесь, вы можете планировать свою жизнь. А если мы смотрим на Букит, Чандидаса, это те районы, которые сейчас развиваются, и где Парк Девелопмент размещает свои самые большие проекты, это 20, 30, 50 гектар на побережье, то куда мы смотрим, мы смотрим в будущее. И будущее за Букитом и районом Чандидаса. Поэтому когда вы планируете свои инвестиции, не думайте в моменте, что вы получите сейчас классную выгоду, что у вас по краткосрочной аренде сейчас будет 100% заполняемость, подумайте о том, что будет с вашим объектом через 3 и 5 лет, какая капитализация, какое развитие, что дальше. И именно в этом помогут наши эксперты, агентство недвижимости VeryReal Estate, разработать такую инвестиционную стратегию, при которой вы сможете получать доход уже сейчас, а также в долгосрочной перспективе. Пожалуйста, обращайтесь, пишите в директ, переходите по ссылке, и мы с радостью ответим на все ваши вопросы. При подборе объекта недвижимости стоит выделить определенные тенденции и особенности развития рынка недвижимости на Бали. Первое. Не гнаться за маркетинговыми цифрами. То есть если вам очень много обещают и показывают какие-то просто волшебные цифры дохода, нужно глубже изучить деятельность застройщика, посмотреть, проверить договор, насколько защищены ваши права как клиента, какое качество строительных работ, какой бэкграунд застройщика, сколько реализованных проектов, сколько лет девелопер находится на Бали. Для наших клиентов агентства команда Very Real Estate проводит Due Diligence, что означает проверку юридической базы по застройщикам, проекты которых мы предлагаем для наших клиентов. В том числе, если мы говорим о стратегии инвестиций на долгосрочную перспективу, мы рекомендуем не идти в хайповые районы, то есть не инвестировать в те локации острова, которые сейчас бумят, которые показывают очень классные цифры, очень классный доход, инфраструктура, то есть все съезжаются в этот район. Но подумайте над тем, что случится с этим районом через год, через три, через пять лет, потому что мы живем на острове, и здесь инфраструктура очень упирается. Количество земли, она заканчивается, с каждым годом темп роста цены на землю и количество земельных участков меняются очень динамично. Поэтому если вы инвестируете в такие районы, как Ченгу, вы должны понимать, что уже через несколько лет вы будете рассматривать стратегию выхода своих инвестиций и релокацию в другой район, более стабильный, большой по рамкам величины застройки на Бали. Мы рекомендуем рассматривать стабильные районы, это Убуд, Букит, а также новый район, который сейчас начинает только набирать темпы популярности, прироста внимания к этому месту, Чендидаса. Это восточная часть Бали, часть, в которой находится Агунг Вулкан. Наш проект там находится на первой линии, и мы будем первые, кто построит город будущего. Мы рекомендуем нашим клиентам не упираться в вопросы права собственности земли на Бали. Есть Лисхолк, это право на аренду. 30 лет в среднем и право продления еще на 30 лет. И есть Фрихолк, это право собственности на земельный участок в том числе. В нашем менталитете и в нашем таком стереотипном мышлении мы хотим фундаментально навсегда из гарантии. Так вот, когда мы начинаем просчитывать финансовую модель, это, так себе сказать, гарантия, она неинтересна по инвестиционным, по математическим вводным, потому что вы переплачиваете за право владения землей и по факту вы за эти 30 лет вы сможете перепродать, вы сможете купить другой объект. Ваша окупаемость инвестиций уже произойдет через 5-6 лет. Стоит ли вам сейчас задуматься о том, что будет через 30 лет? Или вы сейчас заходите с минимальным порогом, инвестируете в право собственности на аренду земли, окупаете свои инвестиции через 5-6 лет, и дальше вы можете принять решение, вы можете перепродать ваш объект уже с определенной капитализацией. Вы не проигрываете, вы только усиливаете, сохраняете свой капитал и приумножаете. Дальше, если вы захотите все-таки для постоянного проживания на более чем 30-60 лет, тогда вы можете рассмотреть опцию полного права собственности freehold, если для вас это будет необходимо. Как практика показывает, наши инвесторы изначально ставят задачу нам найти объекты и просчитать для них право полной стоимости, но по факту математическая модель не сходится, и наши инвесторы определяют для себя, что leasehold, право аренды, это более выгодная, интересная история, с которой они заходят на рынок Бали. Very Real Estate – это бутик-агентство инвестиционной недвижимости на Бали. Это не банальная история еще одного агентства недвижимости на Бали, сейчас таких очень много. Это бэкграунд самой крупной девелоперской компании Park Development. То есть наша компания, наше агентство является аффилированной компанией при Park Development. То есть это расширение структуры внутри уже известного застройщика на острове. Что мы можем предложить острову? Мы можем предложить свой опыт, мы можем предложить экспертизу, мы можем предложить глубину работы с рынком, и мы можем дать нашему инвестору селективную подборку лучших объектов недвижимости на Бали. Какие услуги есть в нашем агентстве? Покупка недвижимости, готовые объекты на этапе строительства, офф-план. Дальше это перепродажа недвижимости. Это ключевое преимущество работы с агентством недвижимости, нежели с застройщиком, потому что мы сможем предложить очень много каналов и наших партнеров, с кем мы продадим ваш объект по самой выгодной стоимости на рынке. Для наших клиентов мы также предлагаем индивидуальные проекты под застройку. Мы находим участки под запрос, реализуем дизайнерский проект с участием нашего учредителя, главного архитектора, идейного вдохновителя Park Development Андре Фрея. И немаловажно и самым главным преимуществом работы с крупным застройщиком и с агентством внутри крупного застройщика это управление вашей недвижимостью. У нас есть in-house, внутренняя компания, которая обеспечивает все процессы оплаты налогов, коммунальных платежей, амортизация. Вам, как инвестору, остается только получить доход по аренде от вашей недвижимости на указанный вами банковский счет. И это все, что требуется для того, чтобы взаимодействовать с нашей управляющей компанией. Поэтому с такими вводными, с таким бэкграундом, с таким опытом на рынке и с такой мощной командой экспертов Very Real Estate – это бутик, агентство, которое может решить любую задачу инвестора и предложить высокий стандарт качества.